всем привет мои дорогие вы на канале cooking branch и я его ведущая ирина и сегодня вместе со мной будет готовить арсений у нас сегодня пикник прекрасная погода примерно градусов 25 светит солнышко очень комфортно не холодно не жарко находимся мы в парковой зоне эта зона специально оборудована для пикников как вы видите здесь и стол есть можно разжигать мангал костер все предусмотренное посмотрите какая красота склоны холмов горы вот там вот море просто чудесный вид и арсюшка мне сегодня будет помогать да а что ты мне будешь помогать что есть ты будет помогать сегодня мы будем готовить стейки на решетке мы вчера купили мангал из решили сегодня же как раз снять ролик замариновала их конечно же дома и сейчас вам расскажу как я это делала вот такие замечательные куриные стейки у меня они без кожи без косточки естественно я их замариновала сейчас расскажу как я это делала на кило 300 стейков я взяла две столовые ложки соуса терияки это соевый густой соус две столовые ложки я взяла рисового уксуса две столовые ложки оливкового масла и еще выдавила сок одного лимона и лимон тоже порезала но для начала мы режем лимон режем кольцами лук или как вам больше нравится и натираем кусочек имбиря у меня примерно вот такой кусочек граммов 300 был я это все порезала натерла и подавила прям пожмакала вот так вот руками совсем немножко соли я добавила примерно чайную ложку потому что соевый соус содержит уже в себе соль и этим вкуснейшим маринадом я замариновала наши стейки полное описание будет под видео и в конце ролика обязательно посмотрите и так мы приступаем к приготовлению досмотрите ролик до конца ставьте лайки ваши лайки помогают продвижению моего канала и мотивирует меня на создание новых вкусных рецептов для вас итак поехали угли у меня уже прогорели и мы можем на решетку выкладывать кусочки стейков после мяса я хочу еще овощи на гриле приготовить я взяла кабачок средний перчик синенький баклажан и вот зелень у нас еще будет лимончик если кому-то нужно сейчас я баклажан кабачок и перец нарежу кусочками отрежем хвостик и вот этот кончик и нарежу примерно по полтора сантиметра кружочками бедрышки у меня уже поджарились с одной стороны ой как же это ароматно вкусно пахнет я их перевернула и продолжаем нарезать овощи у кабачка я тоже отрежу плодоножку и вот этот хвостик и тоже буду нарезать кружочками ну сантиметра по полтора чтобы они равномерно у меня проготовились перчик разрежу пополам вычищаю серединку еще раз разрежем пополам и на вот такие вот крупные кусочки вот так вот будет отлично для маринования овощей у меня сегодня будут прованские травы примерно столовую ложку насыпаю соль тоже по вкусу примерно пол столовой ложки и оливковое масло заливаю все оливковым маслом пару столовых ложек я думаю будет достаточно и прям руками все перемешаем мы же на природе на природе все вкусно руками и готовить и кушать мясо хорошо промаринованная до мариновала его три часа сегодня утром замариновала и при комнатной температуре за три часа но прекрасно промариновалась и готовится быстро как видите кусочки которые хорошо здесь поджариваются подгорают мы сюда а вот эти переложим сюда кусочки которые поджарились снимаем с мангала главное мясо не пересушить мясо нежное сочное сейчас посмотрим в разрезе посмотрите нежнейшее белое сочное мне очень нравится я очень довольна результатом очень классно мясо у меня уже готово дождались как раз этого долгожданного момента у всех уже слюнки текут можно выкладывать на блюдо на плато все что у вас есть какие ароматные зажаренные кусочки ох и вкусно же нам сегодня будет мясо готово но надо же еще и овощи на гриле нам сделать и пока жар есть я выкладываю кусочки баклажанчиков и кабачки все сюда перчик и пока будут готовиться овощи кто-то будет искать штопор для вина потому что мы его уже даже и купили а взять конечно же забыли у нас еще будет печеная картошка как в детстве знаете вот на углях только мы ее будем готовить в фольге сейчас покажу как я вкусно ее делаем кусочек фольги отрываем ну по размеру вашей картошки у нас не очень крупная чтобы быстрее приготовилась каждую картошечку обсыпаем солью и каплю масла везде обмазываем промазываем и заворачиваем конвертиком овощи чудесно запеклись на мангале я их выкладываю прямо к мясу сюда красочные ароматные мягенькие посмотрите какие мягенькие вкусные пахнут просто объедение кабачки решетка мне уже больше не нужна мы ее убираем немножечко размешаем угли и будем сюда отправлять запекаться нашу картошку хочу похвастаться у нас уже начался сезон арбузов и мне пытались на рынке рассказать что арбузы у нас здесь астраханские я сначала как бы даже поверила уже климата у нас здесь жаркий теплый и мне кажется что везде тепло но потом мужу сказал на варит в астрахани еще снег лежит какие астраханские арбузы тем более я астраханских арбузов своей жизни поела вдоволь это самые вкусные арбузы астраханские сегодня мы попробуем израильский давайте его порежем на вид конечно красавчик красный сочный но мы еще не пробовали сейчас будем пробовать вместе с вами главный дегустатор что скажешь очень вкусные вкусные сладенький да клубники мы уже в этом году наелись клубника началась с декабря в декабре она была еще так дороговато 30 40 шекелей сейчас она 10 12 арбузы кстати по 7 шекелей если кому-то интересно рядом прикольно потрескивает печется у нас картошечка но мы будем дегустировать мясо с овощами потому что она уже остывает а хочется горяченькая попробовать арсюшки наливаем колу держи хорошо стакан потому что ветер может улететь спасибо ну а нам с оператором покрепче нам венца всем приятного аппетита хрустальный звон по вкуснячему очень вкусно обалденно мы уже покушали венца выпили настроение у всех хорошее а тут и картошечка подоспела сейчас достаем горяченькая разворачиваем и будем дегустировать покажу какая она вкуснячая получается по этому рецепту посмотрите как подпеклась немножечко мягенькая посмотрите какая просто прелесть просто как в детстве вкус печеной картошки когда мы все пекли ее на костре но не в полье конечно же а просто в залу бросали черный рот черные руки но все счастливые и довольные я думаю на этом пора заканчивать наше видео я всем желаю приятного аппетита хорошего настроения нам шалом шаббат и прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов всем пока пока подписывайтесь на мой канал всех люблю целую пока а и Продолжение следует...